Если вы вдруг не знали, Honor выпускает не только смарты, но и популярную линейку ноутбуков MagicBook. Передо мной самый дорогой ноутбук линейки MagicBook Pro. В нем стоит новенький процессор Ryzen 4600H, дисплей 16 дюймов с тонкими рамками со всех сторон, фронтальные стереодинамики и все это в компактном алюминиевом корпусе. То есть налицо все признаки премиального продукта. Но как вы думаете, сколько он стоит? 130 тысяч? 120? Может 100? Нет, цена на этот ноут 70 тысяч рублей. И вроде как заманчиво, но когда я вижу подобные предложения, сразу возникает вопрос. На чем тут сэкономили? Может охлаждение не справляется или матрица с ужасный цветопередачей? А может он вообще разваливается и глючит? Давайте это проверим и узнаем, так ли хорош на практике бюджетный премиальный ноут Honor, а также протестируем его в связке с планшетом Honor. Всем привет, это Дройдер, с вами Валерий Естешев. Погнали! Окей, дизайн. Его нельзя назвать до конца оригинальным. Сразу видно, чем ребята из Honor вдохновлялись. Но я не вижу в этом проблемы. Главное, насколько качественно они смогли его воплотить. Выясним, так сэкономили ли на корпусе? Если отвечать кратко, нет. К сборке вообще никаких претензий. Алюминий достаточно толстый, клавиатурный блок не продавливается, верхняя крышка с дисплеем не скручивается. При этом материал корпуса совсем не маркий, что меня отдельно радует. Дисплей тут откидывается примерно на 170 градусов. Шарнир достаточно тугой, поэтому он надежно фиксируется в выбранном положении. Но по той же причине ноут одной рукой не открыть. Демонстрирую. Вот как-то... Так. Поэтому лучше двумя. Но что у нас с самим дисплеем? Диагональ 16,1 дюйм. Он занимает 90% площади передней панели. А за счет узких рамок со всех сторон, в том числе и снизу, корпус очень компактный. Вот так выглядит по сравнению с MacBook Pro 16. Вес тоже небольшой. 1,7 килограмма. Но в отличие от тех же MacBook'ов, где переднюю панель с дисплеем прикрывает единый кусок стекла, тут дисплей заключен в пластиковую рамку. Это выглядит не так круто, но зато поверхность дисплея матовая, а значит блики не будут раздражать. При этом матовость, как бы сказать, умеренная, поэтому нет кристаллического эффекта. Разрешение, правда, Full HD. Это, конечно, не ретина или 4K, но на диагонали 16 дюймов Full HD выглядит вполне четко. Но все-таки это компромисс. Матрица IPS, поэтому отличные углы обзора. Цветопередача чисто субъективно тоже корректная. Цветовой охват 100% sRGB, не больше. Что для Windows скорее плюс, не надо париться по поводу правильного отображения цветов. А вот яркость дисплея средняя в районе 330 нит. Ее будет достаточно для работы на улице в пасмурный день. В солнечный? Нет. Следующий момент. В подавляющем большинстве ноутов стоят ужасные веб-камеры и микрофоны. Посмотрим, как же с этим обстоят дела у MagicBook'а. Начнем с того, что веб-камера тут спрятана среди функциональных клавиш между F6 и F7. Продолжаю удивляться этому забавному решению. Выглядит прикольно и явно понравится любителям приватности. Но на практике решение не самое удобное. Получается немного дурацкий ракурс снизу. Особенно забавно выглядит, когда что-то печатаешь. Разрешение камеры тоже не впечатляет. Всего 1 мегапиксель. Качество видите сами. Микрофоны же тут забавно спрятались с тыльной стороны ноутбука. Их тут 2 штуки. Проверяем качество звука. Раз, два, три, четыре, пять. Не волнуйтесь, скоро мы перейдем к производительности. Но следующий важный момент для меня в ноутбуках это звук. В этом ноуте сразу радует, что динамики направлены вверх, а не вниз. И они большие по площади. Но по качеству звучания ничего особенного. Средние и высокие частоты тут есть. А вот с низкими немного не хватает. Не поймите меня неправильно. Звук довольно неплохой. Громкий и чистый. Но как будто от таких динамиков ожидаешь большего. Впрочем, послушайте сами через мой микрофон петличку. Вот вам небольшая затравочка. 30-киловаттный лазер в вакууме стреляет по капле олова и превращает ее в плазму. Зато кругляшок в правом динамике это кнопка включения, а по совместительству сканер отпечатка пальцев для авторизации в Windows. Он работает быстро и вообще без косяков. Прям эталон. Как дела с клавиатурой? Вот так она звучит, кстати. И в целом с ней все хорошо. Во-первых, тут используется правильная раскладка по американскому стандарту ANSI с длинным правым шифтом. А то сейчас стало модно для европейского рынка использовать вот такой ужас с коротким левым шифтом и вытянутым энтером. Спасибо, Honor, что не пошли на поводу у этой ужасной тенденции. Сама же клавиатура мембранная и почти бесшумная. Ход клавиши 1,2 мм. Печатать очень комфортно. Подсветка при этом равномерная. Есть два уровня яркости. Тут все в порядке. И да, чуть не забыл. Тачпад тут удобный, большой, отличный. Ну и наконец мы подошли к самому интересному. Ноут тонкий, красивый. Но насколько он мощный? Напомню, тут установлен шестиядерный AMD Ryzen 5 4600 с приставкой H, где H на секундочку означает High Performance. Но потянет ли эта система охлаждения такой проц? Давайте проверим. Забор холодного воздуха происходит через решетку снизу, чему помогают достаточно высокие резиновые ножки. Так как ножки широкие, ноут еще и надежно фиксируются на столе. А горячий воздух вылетает через решетку между шарниром дисплея и корпусом. Конструкция стандартная, так почти все делают. За обдув тут отвечают два пропеллера с фирменным SharkFin 2.0 и две тепловые трубки. При этом во время работы во многих сценариях и с документами, и с браузером ноут вообще не слышно. Ничего не шумит, нигде не крутится. После 40 минут стресс-теста CPU из утилиты AIDA 64 Extreme процессор прогрелся до 89 градусов по Цельсию. При этом частота держалась на отметке 3947. Троттлинг замечен не был. Уровень шума в процессе тестирования поднялся до 57 дБ, что по субъективным ощущениям не так громко. Вот сейчас поднес ноутбук прямо к микрофону при полной нагрузке. Ну что тут сказать? В плане охлаждения ноут получился действительно удачный. Но есть недостатки. И тут я говорю про графическую мощь. Новые 4000-ные Razer отличные чипы с точки зрения производительности центрального процессора. Поэтому переход на них это огромный апгрейд. В типичных сценариях по сравнению с прошлогодней моделью производительность возросла в полтора, а то и в два раза. Но вот встроенная графика на новых Razer ничем особо не выделяется. Поэтому игровой потенциал они могут раскрыть только при наличии хорошей дискретной графики. Но тут дискретной графики нет. Все держится на встроенной. Какие же игры она сможет потянуть? Чтобы вы понимали, у меня ноут вот с таким конфигом. Но я все равно решил попробовать запустить Destiny 2. Мой личный бенчмарк. На низких настройках графики при разрешении Full HD Destiny 2 выдает 40-50 FPS. На средних уже 30-40, но по-прежнему играется вполне комфортно. На высоких просаживается ниже 30, но не всегда и чувствуется подлагивание. На самых высоких уже прям тяжко играть, FPS в районе 24. Максимальный уровень шума примерно после часа игры достиг 50 дБ. Вообще результаты приятно удивили. На нем все-таки можно играть, правда немного отказывая в красотах, но вполне комфортно. Сразу скажу, я небольшой фанат синтетических тестов, но для тех, кто все-таки любит синтетику, я привожу цифры. Вот они перед вами. Результаты я взял у коллег. Они тестировали ноут с таким же конфигом, за что им отдельное спасибо. В плане возможности апгрейда тоже пришлось пойти на компромисс. К сожалению, оперативная память тут распаяна на плате, поэтому расширить ее не получится. С другой стороны, комплектных 16 гигов хватит для большинства задач. Зато если захочется поменять комплектный NVMe SSD или даже поставить 2,5-дюймовый накопитель, под него тут есть место. Кстати, SSD тут очень быстрый, на нем экономить не стали, и это правильное решение. Аккумулятор тут стоит емкостью 56 Вт-часов. Это не рекорд, но за счет процессора на 7 нанометров и отсутствия дискретной графики, ноут показывает очень хорошие результаты автономности. Что приятно, есть поддержка быстрой зарядки 65 Вт по USB-C. До 50% заряжается за полчаса, до 100% за 2 часа. Комплектный адаптер питания очень компактный, его можно спокойно использовать для зарядки телефона или любого другого гаджета. С портами ситуация следующая. USB-C всего один, но зато полноценно есть поддержка Power Delivery и DisplayPort. Также есть три USB Type-A, HDMI-порт версии 2.0 и разъем 3,5 мм. Thunderbolt, естественно, нет. Raisin же. В целом по производительности получился мощный универсальный инструмент. Подойдет как печатная машинка для работы с документами, так и для обработки фоток и несложного монтажа. Например, вот этот ролик можно совершенно спокойно создать на нем. А вот что касается игр, все-таки это не игровой ноут, но подойдет для менее требовательных. Из особых сценариев использования видите вот эту наклейку? В ноутбуке есть фирменная технология Honor Magic Link 2.0, которая позволяет в одно касание подрубить Android-девайс от Honor или Huawei и быстро передавать файлы, копировать и вставлять текст или даже управлять девайсом с экрана ноутбука. Просто подносишь гаджет к наклейке и готово. Но есть один небольшой недостаток. Если вы хотите продолжать пользоваться этой функцией, отрывать эту наклейку нельзя, потому что в нее встроена NFC-метка. И Honor на заметку, можно было как-то поспокойнее сделать дизайн этой наклейки. В целом фича действительно простая и очень интуитивная. При подключении экран девайса проецируется на ноут. Драг-н-дроп работает, да и не только. По сути, можно даже в мессенджере сидеть на смартсе, не ставя отдельно приложение на сам ноут. Как я говорил в начале, еще на тест мне прислали планшет Honor 5 V6. И это первый Honor планшет в России с фирменной клавиатурой и еще и стилусом. Что прикольно, к планшету так же, как и к ноутбуку, можно подрубить смартфон и управлять им. Это делается так же просто и интуитивно, как и с ноутом. Кстати, сам планшет приятный. Тут яркий широкоформатный 2К дисплей 10,4 дюйма и отличный звук. Поэтому и работать, и кино смотреть очень комфортно. Из удобных сценариев, так как можно бесшовно перетаскивать файлы с устройства на устройство, можно, приходя домой, оставлять ноут, смарт и всем управлять с планшета, что очень удобно. О плюсах стилуса и клавиатуры вам, наверное, рассказывать не нужно. И в целом это одна из лучших связок Windows ноутбука с Android планшетом или смартфоном, которые есть на рынке. Подведем итог и ответим на главный вопрос. Может ли премиальный ноутбук быть дешевым? Скажем так, отчасти может, но приходится идти на некоторые компромиссы. Динамики большие и красивые, но звук обычный. Процессор мощный, но графика средняя. С другой стороны, еще год назад мы даже не могли мечтать даже о половине тех фишек, которые сейчас идут в девайсе за 70 тысяч рублей. Тонкие рамки вокруг дисплея со всех сторон, компактный алюминиевый корпус, эффектное и тихое охлаждение, прекрасное время работы, просто потрясающая производительность и, конечно, уникальная фича Magic Link. Круто, когда все устройства связаны в единую экосистему. В итоге мы получаем компактный, стильный и мощный ноут по очень адекватной цене. Что касается других подробностей об этих девайсах, вы можете найти их по ссылке в описании. Кроме того, вас там еще ждут и подарки. Это Дройдер, с вами был Валерий Истишев, до встречи в будущем.